Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу вам рассказать свой самый первый рассказ, который я написала в январе 2010 года и выставила в инет. Меня преследовали очень яркие образы, которые заставили меня взять ручку, бумагу и описать их. И после этого я уже стала писать далее и далее. Данный рассказ посвящается темной силе от вампира. Но данное произведение довольно длинное, и поэтому я его разделила на два видеосюжета. Сейчас вы смотрите первый видеосюжет. Также в нем присутствуют эротические моменты, поэтому я попрошу лицам младше 16-ти выключить данное видео. Мы немного подождем. Я думаю, что у нас все честные люди. И дети, пожалуйста, выключите видео. Ждем. Ну, я думаю, уже можно начать. Приятного вам просмотра. И желайте мне удачи по моим самым любимым видео, где я читаю свое произведение. Рассказ седьмого. Сказки от него. Этот рассказ я посвящаю моей матушке. Именно она просила рассказать о моем происхождении и о моих предках. Сейчас 2012-й. Я вампир. Я не питаюсь человеческой кровью, потому что мы научились производить пищу искусственно. Мою мать звали Нина. Она жила с людьми и не знала всей правды о себе. Нина постоянно чувствовала жажду, но не знала, что с ней происходит. Она обычная женщина, дитя обычных родителей. Но это странные животные чувства, эти странные ощущения, сны. Людей она воспринимает не как личность. Нет. Она прежде всего чувствует их запах, биение сердца и страх. Страх показаться глупым, страх остаться голодным, страх перед одиночеством. Мать часто чувствовала жажду, которую не утоляет ни сок, ни алкоголь, ни свежий воздух. А в минуты тяжких человеческих испытаний она понимала, что настоящее утешение не может доставить лишь липкая, теплая и утоляющая жажду кровь. Вот что требует все ее существо, все ее сознание и ее природа. А что же произошло? Что зверь не знает о своей натуре? К сожалению, это не единственный случай в истории. Но нас интересует именно этот. Нина была рождена от греховной любви. Она понятия не имела, что по крови ее отец не тот, кто воспитал ее. Чувства отчуждения и одиночества казались ей нормальными. Ей казалось, что так живут многие, что это пороки этого общества и этой расы. Она даже не догадывалась, что является шестым потомком одной из ветвей вампы. Вампиры, носфераты, кровососы и еще много названий моих предков. А все было так. В одном селении диких индейцев, еще дикой Амелики, появился вампир. Ему явно не хватало воспитания и чувства насыщения. Из-за этих качеств он выпил всех обитателей. При смешении вируса вамп с кровью коренной расы происходит определенная реакция, которую не каждый индивид может вынести. В основном укусы носфераты приводят к смерти человека. И лишь немногие способны перенести регенерацию, изменение информации в генах. В этом селении был такой лишь один – Каутук, который стал первым в ветве моих уважаемых родителей. Он выжил после укуса. Он стал вампом. Каутук не хотел мириться со своей участью. Он не хотел становиться зверем. Он не хотел зависеть от матери и питаться ей. В основном в своем селении они питались охоты на оленей и бизонов и не сосали кровь людей. Эта мысль приводила его в ужас. Укус повлиял на его тело, но не смог изменить души и моральных устоек. Каутук отказывался пить кровь и людей, и животных. Он решил выбрать смерть, чем жить со смертью. Мой предок прожил более 300 лет. И за это время он не выпил ни капли крови. Ни капли. Он пролежал в решальнике три месяца, корчась от жажды и боли. Сама природа чувствовала его смущение и прогоняла всех живых с бурлящей пахностью в живых. Она знала, что ему надо помочь. Он должен выжить. Он должен не пить. Через три месяца он съел первую ягодку с кустарника. Он победил. Половина под названием «человек» взяла вверх. Ягодка переварилась. Человек остался доминантным. Судьба забросила его в Англию, где он был чернорабочим, в поте добывая хлеб свой. Он жил и жил. Его знакомые и друзья уходили из жизни и освобождались от унижающих человека тяжелого и рабского труда. Но колток жил, и ни болезни к нему не цеплялись. Он старел. Не так, как люди, но старел. Биологические часы тикали, но очень медленно. Намного медленнее, чем у окружающих его людей. Он просил о смерти. Знакомые и друзья сменяли друг друга. Похороны за похоронами, но не его. Как будто смерть забыла его существование. Он привык к постоянной жажде, к постоянному ощущению одиночества и ничтожества. Он плакал и молил Бога о помощи. Стучите, и вам откроют. Просите, и вам подадут. Коутоку часто снились кошмары. Тяжелая физическая работа, отсутствие уверенности, понимания и счастья сделали свое дело. Он часто просыпался от укусов мощных клыков. Он часто видел своих друзей и родственников изуродованными и окровавленными. Во сне он нападал на детей, выпивал их до капли. Он каждую ночь просыпался к поту и просил своего Бога дать ему силы и не превратиться в зверя. И Бог то ли вампира, то ли индейца услышал его. То ли божество вампира было восхищением от силы его человеческой натуры, то ли людской Бог жалился и решил открыть ему истину. Но однажды ночью в жизни вампира, не пьющего кровь, явился прекрасный, яркий и ошеломляющее его существо сон. Он увидел себя молодым, веселым, счастливым. Среди своих давно умерших родственников и друзей. Все были довольны и радостны, что увидели Коутука. Они обнимали и нелестно восхищались им. И не мог Коутук понять, то ли он умер, то ли нашествия вампира и его последующие мучения были ужасным сном. Коутук улыбался. И за три столетия он наконец почувствовал чувство легкости и свободы, чувство счастья и любви. Но вот что-то происходит. Вся эта картина, это чувство куда-то уходит. Кто-то берет его за плечи сзади и отдаляет его от этого пейзажа. Все дальше и дальше. О нет, это сон. Это всего лишь сон. Вот появляется любитель человеческой крови и истребляет всех родных. А он лежит в решаннике, полумед, полушекой. Вот он попадает на корабль и переплывает океан. Он чужой стране, где его знают. Где не знают, что он ползверь, но знают, что он дикарь. Ни человек, ни зверь, ничтожество. Боль, отчуждение, страдания, борьба. Борьба за право остаться человеком. Борьба за право есть хлеб. Но что это? Прекрасная леди приглашает его светлая и насыщенная женскими запахами комнаты. Она ласково шатча, нежно коснулась его тела, раздевает и целует, любит. Она любит его. Более трехсот столетий не ощущал он этого чувства. Нет, он не близклик. Он мог бы снять дешевую шлёху, но он испытывал страх за себя. Он боялся, что прикоснувшись к теплому, мягкому, трепещущему телу, вековое желание заговорит о себе. Он потеряет контроль и зверь, а не мужчина. Возумеет власть на ней. На этом я сегодня остановлюсь, мои дорогие читатели и подписчики. И продолжение данного сюжета вы узнаете уже в следующем видео. Узнаете о том, что произошло дальше с Каутуком и как продлить данный миф. Подписывайтесь на мой канал. Всегда с вами. Всего доброго.